Субтитры подогнал «Симон» В прямом эфире новости 24 часа в студии Екатерина Забинько. Здравствуйте. Беларусь готова обеспечить все необходимые условия для эффективного проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран Нормандской четверки, если сторонами будет принято такое решение. Об этом сообщили в МИД Беларуси. Напомню, накануне стало известно, что Франция и ФРГ готовят встречу в таком формате на 29 ноября в Минске из-за ухудшения ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Германии Франк Вальтерштайнмайер. Напомню, встречами в нормандском формате принято называть переговоры лидеров России, Украины, Германии, Франции, а также представителей МИД этих стран, в ходе которых обсуждают вопросы урегулирования украинского кризиса. В китайской провинции Тянси на строительстве тепловой электростанции обрушилось здание. По предварительным данным погибли 40 человек. Пятеро рабочих получили тяжелые ранения. Спасательные работы продолжаются. Под завалами еще могут находиться люди. В момент происшествия на объекте находились 68 человек. Причины трагедии выясняются. Основная версия – нарушение правил техники безопасности. На восточном побережье Центрально-Американского перешейка продолжает бушевать ураган Отто. За последние несколько часов он успел несколько ослабнуть, а затем вновь ощутимо усилился. В настоящий момент он движется из Коста-Рики в Никарагуа. В Панаме стихия унесла жизни семи человек и уничтожила сотни домов. В горах имели место многочисленные оползни, похоронившие под тоннами жидкой грязи многие километры автодорог. 5 тысяч человек были эвакуированы с Коста-Риканского побережья. Теперь десятки тысяч перебираются в безопасные места под контролем никарагуанских властей. Правительство Великобритании представило новый бюджет, который дает общественности некоторое представление о цене Брексита для Соединенного Королевства. Очевидно, эти сведения сделают проевропейскую кампанию на острове много более массовой. Экономические прогнозы крайне неблагоприятны. Правительству страны в ближайшие пять лет потребуется одолжить дополнительные 122 миллиарда фунтов для компенсации потерь, вызванных ослаблением экономических связей с континентом. И все же власти ожидают снижение темпов роста ВВП с 2,2% до 1,4%. Надо понимать, что любой кабинет в своих бюджетных построениях обычно оказывается чрезмерно оптимистичен. На самом деле и займы могут оказаться более дорогими и масштабными, и рост поскромнее. Тем не менее, глава кабинета Ее Величества Мэй остается энтузиастом выхода королевства из ЕС. В американской Флориде были зафиксированы видеокамерами загадочные огненные шары, которые освещали сполохами ночное небо в пустынных внутренних районах этого штата. Сообщение о подобных явлениях поступило в полицию около полутора сотен. Однако доподлинно неизвестно, сколь много на самом деле было этих шаров. Возможно, всего лишь несколько штук. Наиболее вероятная версия их появления такова. Во Флориде наблюдался метеоритный дождь. Не особенно обильный, но невероятно яркий. Это объяснение предлагают астрономы, а вот уфологи уверены, что речь идет о визите инопланетян. В Швейцарии был установлен впечатляющий, хотя и по обыкновению безумный, гиннесовский рекорд. Некий австралиец забросил в кольцо баскетбольный мяч с высоты в 180 метров. Для этого он забрался на вершину дамбы Мо-Вуазен, которая считается одной из самых высоких в мире. Кольцо было закреплено у основания плотины. И с фантастической точностью поражено мячом, хотя его было едва видать. Олег Романов, Телекомпания СТВ. Трагическое ДТП в Минске этой ночью на проспекте независимости фура протаранило два автомобиля дорожной службы. В этот момент на дороге проводились ремонтные работы. В результате ДТП один человек погиб, двое с травмами головы госпитализированы. Для ликвидации последствий происшествия понадобилась помощь спасателей. Один из участников аварии оказался заблокированным в кабине. Работники МЧС извлекли его с помощью специнструмента. Систему реагирования на утечки бытового газа презентуют сегодня в Минске. Во время городского этапа конкурса «100 идей для Беларуси» также будут представлены проекты в сфере агропромышленных технологий, IT, образования и реагирования на чрезвычайные ситуации. Всего в конкурсе участвуют 35 команд. Свои инновационные разработки молодые ученые защитят перед экспертами. Авторы 10 лучших получат возможность представить их на республиканском этапе конкурса. Вечеринка в белорусском стиле «Танцующая Мона Лиза». В Витебске стартовал международный фестиваль современной хореографии. В течение недели на суд компетентного жюри свои работы представят более 30 коллективов из Беларуси, Норвегии, России, Украины, Франции. Накануне вечером состоялось открытие фестиваля, после которого участников пригласили на вечеринку в национальном стиле. Впервые за почти 30-летнюю историю танцевального форума. Сегодня же стартуют отборочные туры в закрытом формате. В программе фестиваля многочисленные мастер-классы и премьерные спектакли ведущих театров современной хореографии из разных стран. «Я вижу огромный, огромный рост современного танца на территории, не только территории СНГ, но особенно на территории Беларуси. По-моему, это самый большой и почти единственный конкурс, который сохранился и ведется до сих пор на территории бывшего Советского Союза». «До нашей витебской публики это большое счастье все это наблюдать. Мы в контексте европейском, мы в контексте мировом. Мы смотрим очень классные, очень стильные, очень модные вещи и самое главное – думанные, человеческие». В Могилеве развеют стереотипы о женщине за рулем. Сегодня в областном центре выберут «Автоледи Беларуси». За почетное звание поборются шесть участниц из каждой области и Минска. Требования к претенденткам – возраст до 31 года, наличие прав категории «Б» и личного авто. Девушки продемонстрируют знания ПТД, мастерство фигурного вождения, творческие таланты. Все финалистки примут участие в автопробеге дорогами защитников по маршруту «Мемориальный комплекс», «Буйническое поле», памятник полковнику Кутепову. На этом у меня пока все. Больше новостей найдете по адресу в интернете – ctv.by. Репортажи, эфирное видео всех программ. Любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Следующий выпуск в 13.30. До встречи.